Высшее образование всегда нуждается в рекламе, чтобы сегодняшний абитуриент знал, куда пойти учиться. Высшие учебные заведения конкурируют друг с другом, причем не только с саратовскими коллегами, но и со столичными. Молодые люди недооценивают местное образование. Многие едут в Санкт-Петербург и Москву, поэтому в своих рекламных кампаниях вузы учитывают все. Сегодняшнее поколение прекрасно понимает, что чем более оно проинформировано, тем у них более осознанный будет выбор. Завлекают абитуриентов различными способами, качеством образования, количеством дополнительных новых программ, трудоустройством в будущем и даже возможностью пройти военную подготовку без отрыва от обучения. Министр обороны сегодняшний разрешил такую подготовку только Саратову и Красноярску, и еще московским вузам. Система такая, они будут слушать теоретический курс, а техническая база будет создана на базе политехнического института. И у нас можно будет получить не только солдатов, но и сержантов, и даже офицеров. У нас создан Центр содействия трудоустройства выпускников, который работает в структуре вуза с 1993 года, то есть имеет достаточно богатую историю. И, безусловно, те ребята, которые хотят себя найти в профессии, мы им помогаем и занимаемся их трудоустройством, начиная уже со второго курса. Из нововведений 2015 года это возможность получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения. При поступлении в вуз, например, за аттестат с отличием участия в научно-исследовательской работе или именную стипендию, студент может увеличить баллы проходного ЕГЭ. Таким образом, шансов поступить становится больше. Продолжение следует... Продолжение следует...